Это похоже на игру, но все серьезно. Студенты СОЗа в крае рассматривают детали, изучают схемы, вникают в производство прямо за партами, ищут альтернативу привычному изготовлению. Такое задание наставника. Мы сегодня уже общались, рассматривали некоторые детали, и парни говорят, какие-то решения с помощью лазеров, каких-то новых супертехнологий, которых, например, нет сегодня на заводе. Если мы рассмотрим, и это будет оправдано, это будет окупаемо, то это будет внедрено. Это лаборатория разработки управляющих программ, созданная с помощью АЗПИ, а этот участок токарных и фрезерных станков с ЧПУ курирует ротор. В сентябре на базе Алтайского политехнического техникума открылся кластер машиностроения в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Это изменило подход к обучению, особенно со стороны промпредприятий, которые ждут молодые кадры. Они перестали быть работодателями, они стали индустриальными партнерами. Мы перестраиваем этот процесс, мы вместе пишем программы практикоориентированные, мы увеличиваем количество практических часов, мы заключаем целевые договоры с предприятиями. И самое главное, ребята ориентированы на дальнейшее трудоустройство на предприятия Алтайского края по полученной профессии. За дня в день получаешь новый опыт и чувствуешь, что растешь как специалист. Сейчас я себя ощущаю на второй разряд примерно. Вадим уже подписывает целевой договор, хотя парень – первокурсник. В рамках профессионалитета в техникуме обновили оборудование для практик и создали участки, максимально приближенные к реальному производству, потратив на это 140 миллионов рублей. В компьютере это может быть и заметно, что как будет двигаться резец, как там будет отрабатывать программу. Но в реальности это уже другой уровень ответственности идет. Потому что и тем более заготовка, она же по итогу по-другому себя ведет совсем. То есть программа – это одно, а вот как оно в металле отразится – это уже совсем другое дело. Промсекторы сферы образования объединяют усилия. По словам губернатора, потребность отрасли – 10 тысяч новых сотрудников. И это только в промышленности. Профессионалитет должен улучшить кадровую ситуацию. Тем более, что в 2024 году на Алтае будет уже 7 кластеров. В сельском хозяйстве и по одному в разных направлениях. И транспорта, и машиностроения, и легкой промышленности, туризма – важная для нас сфера. По оценке властей, в новом учебном году в СУЗы края должно поступить больше 1100 абитуриентов на программу подготовки в рамках профессионалитета. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.